Модуль установлен на научно-производственном предприятии «Звезда». Внутри модуля настоящие космические условия. У нас вакуумные камеры. Это значит, что мы создаём разрежения, которые аналогичны космосу. До полёта Александра Скворцова и Антона Шкаплерова меньше года. Первое занятие — подготовка к скафандру к выходу в открытый космос. Сейчас им помогают инструкторы. В левом отряде золотое правило. Космонавты никогда не выходят в космос в одиночку. И даже здесь, в штатных тренировках, работают вместе. Значит, Саш, ты командуешь с Антономом Секлачаком. Поехали. За 40 лет это уже пятая модернизация скафандра. Меняли даже цвет с оранжевого на белый, чтобы лучше отражали солнечные лучи. Для космонавта Александра Калери скафандр действительно дом родной. Четыре полёта и пять выходов в открытый космос. И даже давать интервью в скафандре для него вполне удобно. На предприятии «Звезда», где, как говорят специалисты, строят скафандры, космонавта пригласили примерить и оценить новую спецодежду. Конечно, в невесомости попроще одевать его. Там вообще многое делать проще, потому что ты живёшь не на плоскости, не на полу, а в объёме. Просто оттолкнулся и подлетел куда надо. От предыдущих скафандров новый «Орлан» внешне почти не отличается. В него также надо входить, как в дом, и закрывать за собой дверь. Но и дизайн в космической одежде на десятом месте. На первом – безопасность. Компьютер «Орлана МК» – ноу-хау разработчиков. Скафандр – техника сложная. Давление, температура, кислород. На дисплее отображается работа всех систем жизнеобеспечения. В случае сбоя компьютер предупреждает космонавта о неполадках. Звуковым сигналом и цветом. Безопасность зелёной меняется на ярко-оранжный. Третий. Закрыть дверь барокамеры на площадку 550 мм. Площадка 550 мм – это высота 2,5 км. Чтобы сымитировать условия космического полёта на Земле, из термобарокамеры откачивают воздух. Создают разряженную атмосферу. Здесь мы создаём давление где-то 10-3 мм ртутного столба. Это соответствует высоте примерно 100 км. Можно и больше, но, в принципе, этого достаточно, чтобы все системы скафандра работали уже штатно. Володь, ещё раз, как у тебя теплое состояние? Готов проведение эксперимента. Прежде чем отправить скафандр на Международную космическую станцию, его десятки раз испытывают на Земле. Каждый узел, каждый прибор в отдельности и весь комплекс в целом. Испытатель Владимир Титов в барокамере исследует компьютер скафандра. Цель эксперимента – выяснить, как электронный помощник перенесёт условия вакуума. Скафандр живёт на космической станции 5 лет. И за это время в него выходят в открытый космос как минимум 15 раз. Отправив в полёт очередной «Орлан», на звезде приступают к созданию скафандра нового поколения. Следующее поколение скафандров, оно, наверное, будет называться «Орлан-МКС». Он будет модернизирован, там будет стоять несколько новых комплексов. Ну, например, новый измерительный комплекс, который уже на современной электронной базе собран. Следующая модификация компьютера для скафандра сможет не просто подсказывать, а управлять системами. Космонавту, к примеру, не придётся постоянно следить за давлением, температурой и подачей воздуха в скафандр. Всё будет регулироваться автоматически. Компьютер соображает мгновенно. Как только параметр вышел из допустимых пределов, тут же появляется сообщение на пульте скафандра. Компьютер потребовались учёные, инженеры, врачи, обладающие опытом и знаниями исследователя. Рост, вес и обхват груди перестали играть существенную роль. Главный критерий – опыт и профессионализм. Все те шаблоны, по которым краятся элементы конструкции скафандра, они претерпевают изменения. Вот для этого мы собираем так много размеров, чтобы поближе приспособить нашу конструкцию скафандровую к телу человека. То есть нужно, чтобы каждый элемент конструкции ложился на то место, где оно предусмотрено на теле. Производство спасательного скафандра требует долгой и ювелирной работы, бесконечной примерки, подгонки, проверки и испытания. Фёдор Юрчихин уже в третий раз летит в космос. И третий раз для него шьют скафандр. С годами фигура человека меняется. Может быть, на глаз это незаметно. Но в космических условиях мельчайшая неточность размера может сыграть роковую роль. Максимум освещений накапливается за 20-20 минут. Вот это, блин, оно равно надо.